Прикодичная мать. Мифология, первое слово, и геопартология. Вот я не вижу. Ну вот она. Вот тут презентация, да? Она закроется? Да. Откроется? Да. Ну хорошо, тогда я начну с вашего разрешения, да? Действительно не первый раз, вот пусть она теперь пытается меня увидеть. Уважаемые коллеги, действительно в основу числа вышла небольшая книжечка. Вот такая вот, вот она перед вами. Прям в монитор покажите, чтобы она была. Да, вот эта книжечка. Откроется презентация, она будет и там. Эта книжечка, на мой взгляд, является первым шагом к маленькому изобретению в области печатания книг. А толчком к этому не вирусы, но призыв нашего правительства, которое каждую неделю заседает и все говорят импортозамещение. Нам нужно импортозамещение. Но импортозамещение по зарезу необходимо, умирает страна. Понимаете? Без импортозамещение, оказывается, можно запускать спутники, бомбить эту ИГИЛ, вплоть до новейших самолетов. Без импортозамещения мы можем снабжать Донбасс продовольствием. Без импортозамещения мы можем прекрасно входить, отказавшись от турецких помидор. Но то, что изменилась страна, изменился мир, изменился век. И у нас уже нет печатников Федоровых, которые книжку могут делать на деревянных резных дощечках. У нас уже нет печатающих машинок. У нас все книжки выпускаются в цветном оформлении. Но этот цветной сироп мы не научились делать. И импортозамещения у нас нет. Но не можем мы из помидоров сделать красный цвет, из-за красного зеленого. Из этого синий. И роль почему-то у нас стал по отношению к доллару выше. Не 30, а уже 70. Сегодня 95 евро. А сколько стоят цветные красочки для книжечек? Знаете сколько? Вот я обратился в одну контору, чтобы напечатать. Вот эта книжечка. 240 рублей, чтобы ее напечатать. Только. Труд автора не в счет. Мы же привыкли бесплатно работать, бесплатно делать. Бесплатно мозги прикладывать. Русский ум, русский характер. Мы импортозамещаем вот так все. И пришлось думать, а что же будет, если я напечатаю книжку Медвейца Гряда, которая у меня уже готова. Когда я прикинул, на около 1000 рублей напечатать. Вот просто напечатать, отдать. Мой труд не в счет. Я бесплатно живу, бесплатно работаю. Я бесплатен для страны, скажем так. Но кто же такой книжек? Ну и что теперь из этого сиропа? Остановится прогресс у нас? Остановится знание? Мы не можем получать информацию? Или пользоваться тем, что идет в интернете. Как сейчас делать в интернете? Вот сходил куда-то там в магазин и выкладывай 30 фотографий. Пух-пух-пух-пух-пух-пух. И лайки-лайки-лайки-лайки. И селфи-лайки. И лайки-лайки-лайки. Вот так будет страна развиваться? Ну, может быть, будет. Я не пророк, не знаю. Мне это не нравится. Поэтому я стараюсь вместо правительства заняться импортозамещением. Там, где у него ручоночки не дотягиваются из своих хором у каждого. А вот я могу своей квартирке дотянуться. Думал, думал. Вот действительно, слава Богу. Есть такой растеряев поэт-песенник в Питере. Мы уже слышали. У него есть замечательные строки. Не все мне нравится, но кое-что есть. И он, обращаясь к противникам нашим, говорит. Запомните такой наш простой прием. Когда мы открываем, значит, мы вперед идем. Вот примерно так и с книжкой. Я решил отступить. Не делать книжку целиком. А взять одну главу. Расширить ее чуть больше, чем она глава. Насытить ее фотографиями так, как и книжку не насытишь. Приблизившись к интернету. Только с подписью не будет текст, разъясняющий все это. И получится, я не знаю, что получится. Получится некий новый формат. Я назову это отчет его. Но иллюстрированный невероятно. Вот здесь 48 страниц. 16 из них цветные иллюстрации. Но на них 48 цветных иллюстраций, не считая чернобелых. Вот такой. Вот такой.